Это известные люди, Жульгерн, Пучини, Эрнст, у Эрнства и отец был болен, но миллионы и миллионы неизвестных сегодня на планете умирают, становятся инвалидами от сахарного диабета. Следующий слайд, пожалуйста. Вот Федор Иванович Шалякин, гений, говорит своему другу Константину Алексеевичу Коровину в Париже «Костя, откуда у меня этот чертов сахар взялся? Горло сохнет, пить не могу». А затем на фоне сахарного диабета, тогда, это 30-е годы, лекарств практически не было, только физическая нагрузка и немножко алкоголя, который снижает всегда сахар. И на фоне сахарного диабета Федор Иванович развивается лекемия, и он погибает в 65 лет. Гений умирает в 65 лет. Сегодня больные сахарного диабета живут до 80-и, до 90-и, причем они великолепно себя чувствуют, они занимаются творческой работой и так далее, и так далее, и так далее. Следующий слайд по этому. И может быть, потому что погибают такие гении человечества. Наконец-то первая была такая сессия Возовская, Сент-Весенская в 1989 году. В 2006 году уже резолюция по борьбе с сахарным диабетом. А в 2011 году, совсем недавно, на пленарном совещании уже было принято решение. В пленарном совещании ООН о борьбе с инфекционными заболеваниями Вероника Игоревна, как раз вот Скворцова, наша коллега замминистра, она представляла нас в Нью-Йорке, где прозвучало, а летом состоялось, вы помните, глобальное совещание министров здравоохранения, что великолепное совещание было, где было много круглых столов обсуждений, в том числе и сахарного диабета. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такая картина сегодня. Обратите внимание, как стремительно развивается сахарный диабет. Если с 1990 года по 2000 было увеличение за 10 лет на 40 миллионов, то с 9 по 11, обратите внимание, на 80 миллионов за два года. И в 1930 году прогноз 552 миллиона больных диабетом. Это, в общем-то, даже не совсем реальные цифры, потому что многие больные, как и в России, как и в других развитых странах, сегодня даже не подозревают, что они больны и уже со сложными. Следующий слайд, пожалуйста. Вот пример прогноза и обережающего развития сахарного диабета. В 2003 год, посмотрите, Нидерланды думали, что в 2025 году будет 5,1%. Но в 2006 году реальная цифра 7,3% в популяции. В Греции думали, что будет 7,3%, на самом деле 8,6%. В Франции тоже с опережением, причем это же не 20 лет, а через 3 года. Так стремительно развивается сахарный диабет. Следующий слайд, пожалуйста. А это, да, это тоже данный ООН. Внизу развитие динамика больных с сахарным диабетом, вот до 552 миллионов. А вверху 314, 400 и, наконец, 800 миллионов. Это метаболический синдром. Это рядом. Следующий слайд. Поэтому, естественно, сегодня колоссальные экономические затраты, сахарный диабет, ведь это только сахарный диабет занимает одно из первых мест, является, конечно, колоссальным обременением для бюджетов, для стран. Ну, и вот такая демонстрация, что каждые 5 секунд сегодня умирает человек от диабета. Один человек, это сложнее не каждые 7 секунд. Один, да. Одному человек ампутирует, это высокие ампутации, каждые 20 секунд. Следующий слайд, пожалуйста. Сорок миллионов ежегодно заболевают диабетом. Из них 38 тысяч детей 4, 60 миллионов умирает. Это сложнее. Миллион больных ампутирует нижние конечности. Практически, так сказать, сегодня диабет, ну и травмы, безусловно, так сказать так, на дорогах. 700 тысяч больных теряет зрение. Общество незрячих сегодня, это прежде всего больные с сахарным диабетом. 500 тысяч больных начинают лечение диализа. Начинают ежегодно. Регистр России больных с сахарным диабетом. 3 тысячи на 1.1.11 года, 3 миллиона 268, 871 человек. Это по регистрации, по обращению. Причем, так сказать, первый тип 268, ну 269 тысяч. Из них детей и подростков 9 тысяч подростки и 16 тысяч 828 детей. Это очень высокий процент. И доминирует, конечно, второй тип сахарного диабета. Он во всех странах доминирует. Тоже служим. Составляет обычно где-то 85-7-90% от всей когорты больных с сахарным диабетом. Я особо обращаю внимание, так сказать, на то, что при втором типе, это главная причина целинорезистентности ожирения, у нас за последние 5 лет появились дети и подростки. Этого не было. За последние 5 лет появились, как и в развитых странах, особенно в Соединенных Штатах, дети уже с ссуленорезистентностью и больны с сахарным диабетом второго типа. Следующий слайд, пожалуйста. А реально, когда мы начинаем, вот в рамках федеральной цельной программы сахарного диабета, создано 5 таких модулей передвижных, будем говорить, вот такие вот, так сказать, я показываю, такие автомобили, это 5 площадок там входит. Там диагностика сахарного диабета, там специальные подразделения диагностика ретелепатии, диабетические слоты, там кардиолог работает. И когда мы выезжаем в города Ирисе и проводим эпидемиологические такие контрольные исследования, оказывается, обратите внимание, в когофте 30-39 лет, это второй тип сахарного диабета, конечно, превышает регистрированную в 3 раза, в когофте 40-49 лет в 4 раза, в когофте 50-59 лет в 2,5 раза и, наконец, 60-69 лет превышает 2,2 раза. То есть реально в России порядка 10 миллионов человек страдают сахарным диабетом. Доминирующий – это второй тип. Первый тип – они все пришли, потому что или в коматозном состоянии, или кетоцидозы его привезли, ребенок или подросток, или, так сказать так, взрослый человек. А второй тип – 40%, когда обращаются, там уже осложнение. Так что структура такова. Сахарный диабет второго типа – это 90%. Это как и во всем мире. С нормальной массой всего 10%, 90% – это чревоугодие, это ожирение. Ожирение. Вот где инсулинорезистентность. И я бы хотел еще обратить внимание, что в структуре сахарного диабета, в структуре так называемая вот эта лада, так сказать, вот этот фрагмент, похожий на фрагмент сыра, это латентная форма первого типа. Латентная форма. Это взрослые люди. Мы их ведем как второй тип. А на самом деле это латентная, аутоиммунная, так сказать, диабет взрослых. И здесь надо изначально уже начинать, конечно же, инсулинотерапию. Поэтому это огромный тоже фрагмент, где нужна, так сказать, мулькировка, нужны, так сказать, тесты четкие совершенно, и чтобы первичные звены специалисты знали. А это 15 процентов. Это тысячи, тысячи больных. И мы некорректно их ведем изначально, и следовательно обреченные на быстрое развитие сложным. Что такое инсулинорезистентность? Ну, понятно, что с развитием сегодня понимания не у меня есть мотивы. Основное определение, да, сохраняется, что это нарушенный биологический ответ инсулино-зависимых тканей, особенно мышечной, жировой, ткани печени, ткани мишени, особенно чувствительных, на воздействие физиологических доз эндогенного или экзогенного, когда мы вводим инсулин. А экранирует действие инсулина, конечно, так сказать, жировая ткань. Наверное, где-то нам нужно собраться и по ожирению особо провести, особую, наверное, так сказать, сессию. Невероятно сложная ткань, невероятно, так сказать, сложные отношения, исторически эволюционные. Почему на определенном этапе возникает инсулинорезистентность? Хотя, надо сказать, резистентность к разным гормонам, она действительно природой заложена. И гормонам щитовидной, и гормонам надпочечника, и к половым гормонам. И вы знаете такие синдромы. Когда вроде бы мальчик, x, y, а тем не менее это тестикулярная феминизация. Следующий слайд, пожалуйста. Инсулинорезистентность, вот частота выявлений при различных состояниях. Ну, примерно, мы уже говорим, 10% бывает. А вот ожирение, сразу, еще диабета нет, но 40% риска. Далее гипертония 60%, гиперурекемия 60%, гипертриглицеридемия уже выше 85%, нарушенный толерант из люкозы, то есть преддиабет 66%, ну и сахарный диабет второго типа там уже, это главная причина развития. да, люкозотоксичность и развивается, так сказать, вот те события драматические, с которыми мы все с вами каждый день практически встречаемся. Следующий слайд, пожалуйста. Что нового сегодня? Конечно, прежде всего диагностика. Самая ранняя. И диабетология в этом отношении, можно сказать, самая продвинутая, так сказать, вот, отрасль здравоохранения и медицинской науки. Ну вот когда-то Гиппократ и наши учителя, они определяли очень просто, так сказать, так, пальчик, так, помочу на язык и определяли, есть сахар или нет. Сегодня это очень миниатюрный глюкометр, буквально 5-15 секунд, и можно определить гликемию, так сказать, в крови. Но я не случайно показываю гликогемоглобин. Вот, так сказать, да, этот приборчик, который определяет гликогемоглобин. То есть сколько гемоглобин, каков процент гемоглобина связан с глюкозой? В норме это 4-6%. Выше – это уже проблема, потому что, ну, тогда гемоглобин, так сказать, не выполняет эритроциты своих функций, уже неизбежно метаболическая такая развивается гипоксия. Гемоглобин избран, потому что легко определить из крови. Но каждый белок, и особенно элитные белки, элитные белки, которые идут от островей базальных мембран, капилляров, они тоже ассоциируются с глюкозой, и они становятся хрупкими. И если здесь обновление идет в течение трех месяцев, то там очень плотно, если глюкоза уже вмонтировалась, скажем, базальные мембраны капилляров, сетчатки, почек, сердце, то там обновление где-то только начинается, где-то полуобновление, через 10 лет упустили, и следует, так сказать, так, вот эта хрупкая базальная мембрана, которая затем, так сказать, там и аневризма, кровотечение, неизбежный, так сказать, склероз, отслойка сетчатки и так далее и так далее. Поэтому сегодня, будем говорить, так сказать, так, является главным аргументом и главным показателем определения сахарного диабета и эффективности лечения как раз определения гликогемоглобина, определения гликированного гемоглобина в крови. Причем, так сказать, это очень быстро и недорого стоит. Следующий слайд, пожалуйста. И критерии приняты, если в норме меньше 6% гликированного гемоглобина, то сахарный диабет уже ставится не по тощиковый или по гликемии натощак, или хорошая, скажем так сказать, там точка через 2 часа после еды тоже показывает резерву поджелудочной железы. 7% гликогемоглобина – это уже, так сказать, ставим диагноз по гликогемоглобину. Это принято себе. И второй тип – не надо нагружать там, так сказать, гликозы 75 грамм. Если впервые пришел, определяйте, мы должны определять по гликогемоглобину. Следующий слайд, пожалуйста. Очень интересно, как развивается сахарный диагноз, каково коварство этого заболевания. Вот диагноз мы установили, ноль, скажем так сказать, установили. Вот диагноз. Но оказывается, что осложнение уже развивается за 5 лет до того, как обратились. А еще вот за 10 лет до того, как обратился к нам пациент, признаки преддиабета. И гликогемоглобин 5,7,6,4 – это уже преддиабет. А гликогемоглобин 6,5 и выше американцы, они более жестко ведут в этом отношении. Там страховая медицина и там спрос с врачей особый. Это уже сахарный диагноз. И посмотрите, каков процент выявленных микро- и макроангиопатий. То есть осложнение. Коварство, что он развивается медленно. И помаленечку, помаленечку нарастает. Нарастает осложнение. Поэтому, конечно, справедливо после 30 в обязательном порядке раз в год смотреть гликогемоглобин. И советоваться со специалистами. Новое увеличение сахарного диабета. Программа, кстати сказать, она очень интересная, построенная, где будут доклады, посвященные микросложнениям, скажем, диабетической ретинопатии, нефропатии, пересадкам и шимической болезни сердца. Кардиохирурги будут выступать. Я только коснусь каких-то ключевых таких моментов в современной диабетологии. Да, коллеги, так сказать, так сегодня в арсенале диабетолога невероятное число. Самых современных лекарств. И последние, что пришли, инкретины. Это особые лекарства, которые помогают инсулину, гликоголу и основным ключевым игрокам в регуляции углеводного обмена. Древнейшие. Древнейшие. И сегодня Юрий Рич, на то, чем мы его пригласили, он сделает доклад по инкретинам. Но сегодня это бренд, потому что они не являются секретологами, не стимулируют выброс дополнительно количества инсулина из поджелудочной железы. А так, так сказать, оказывает очень благотворный эффект на уже, да, обеспечивая, облегчая, так сказать, действия основных факторов, которые регулируют углеводный обмен. Следующий слайд, пожалуйста. Я покажу вам, мы сейчас занимаемся все фарм-кластерами, фарм-бизнесом, как развивались в течение где-то последних 20 лет новые лекарственные формы инсулина. Да, генненженерные, они в 80-м, 81-м году, уже ДНК, да, пришел индуцированный, так сказать, инсулин, генненженерный, четко, две, да, две, так сказать, цепи, все это так. А затем начали смотреть, какие лекарственные формы наиболее удобны для пациента создавать. И вот ультракороткие аналоги инсулина, они создавались как раз вот на ВЦП, заменяли. Так сказать, одну аминкослоту на другую, так сказать, в этой цепи, здесь. И так появились ЛИСПРО, нет времени на эту тему, АСПАРТ, ГЛУЛИЗИН. А дальше или параллельно шли пески пролонгированных, но без пиковых инсулинов, чтобы полностью имитировать работу поджелудочной железы здорового, нормального человека. И так появились ГЛОГИН и ДЕТЕМИР. Подвешивая к некоторым аминокислотам, жирные кислоты. То есть огромная, мощная команда разных фирм, которые сегодня являются лидерами. Это Новон Мордис, Калайли Ли, Санафи Агентис. И работая не только, так сказать, в компьютерах, но, безусловно, потом и на моделях, они создали сегодня уникальные совершенно лекарственные формы. Которые позволяют себе, ну, практически идеально компенсировать углеводные и не только метаболические. Вот традиционно, если мы ввели инсулин, и так он работает и у нас, у здоровых людей, но проходит полчаса, прежде чем на пик выйдет введенный, скажем, ребенку инсулин. А ультракороткий. При введении не надо этой 30 минут ребенку ожидать перед тем, как он ввел и потом, так сказать, примет там, так сказать, там сколько-то ложек каши. Начинается практически тут же и утилизирует, утилизирует примитую, так сказать, пищу. Традиционные инсулин и средние предложительности. Они карбаты, поскольку, так сказать, на протамине или, так сказать, так они, они выбирают, да, а затем, так сказать, уходят пик, а они уходят. А вот созданы беспиковые, которые работают 24 часа. И поэтому нам очень легко создавать, вот, так сказать, на фоне беспиковых, пролонгированных, раз введенные, и затем небольшие подколочки быстрого, ультрабыстрого инсулина для утилизации принятых ребенком, скажем, или больным взрослым. И мы получаем при этом, так сказать, самые силы и эффективные системы регуляции углеводного обмена. Следующий слайд, пожалуйста. Выбор лекарств. Это консенсус российский, он близок к консенсусу международному сахаросвязывающей терапии. Цель, конечно, индивидуальная, индивидуальная компенсация, прежде всего углеводного обмена. Потому что глюкоза, это первый виток, а потом мощный шлейф за ней устремляется к гормонально-метаболическим изменениям, которые приводят к тем осложнениям, которые являются главной причиной инвалидизации смертности. Так вот, при гликогемоглобине 6,5-7,5 рекомендуется метформин и инкретины, и регуляторы, так сказать, резистентности, литозоны. Если это не помогает, 6, 7, 6, 9, 0, метформин присоединяется, так сказать, до та же группы, плюс сахара, сульфамин, мочевина и глимиды. То есть мы уже начинаем выжимать из поджелудочной железы дополнительную порцию инсулина, чтобы преодолеть инсулиновую резистентность. И, наконец, если выше 9% глигоглобин инсулина, ну и комбинации, возможно, конечно, индивидуальная, конечно, хроничей, неформированными и назначенными, если шимическая болезнь сердца, если скомпрометированы печень и почки, потому что она работает лактат. Так, как и другие препараты, имеют те же, так сказать, глигоглобин, которые имеют ограничения, особенно, конечно, так сказать, печень. Поэтому всё индивидуально подбирается. Но принцип сегодня такой. Какой бы ни был глигоглобин, любой ценой, любыми средствами, надо максимально быстро компенсировать углеводный обмен. Начинать с инсулинов, а потом можно перейти на ингретины, лимиды и так далее, и так далее. Есть школы, скажем, немецкая школа есть, которая начинает с инсулинов. И надо сказать, что диета и таблетированные препараты, это в среднем позволяет компенсировать в пределах где-то 5, максимум 6 лет. А затем надо приходить на инсулины, чтобы, безусловно, компенсировать. За рубежом второй тип где-то 40-50% больных на инсулинов терапии и великолепно, конечно, компенсируют углеводные. Перевести второй тип не просто. Лучше таблеточки. Это удобнее. Но при этом теряем время и, конечно, так сказать так, теряем часто наших пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Инсулиновые дозаторы вот сейчас очень модно помпы пришли. Помпы – это маленький такой дозатор, где есть депо инсулина и пролонированного, и короткого действия. Программка ставится. Это индивидуальная абсолютно программа. Это индивидуальная, это персонифицированная помощь, когда рассчитывается в соответствии, буквально, с характером работы, с питанием и так далее, и так далее, физическими нагрузками. Да, и вводится по программе базовая и затем, так сказать, популярной пищей такое бонусное, так сказать, введение инсулинов. Следующий слайд. А сегодня пришли уже такие помпочки, вот это хорошо, на дети с трех лет уже, так сказать, так, они обучаются этому. Тестов под кожей и каждая, так сказать, под буквально минуту передается на дисплей уровень гликемии. Уровень гликемии. И поэтому очень легко, так сказать, в каком состоянии находится. Можно тут же, так сказать, ввести дополнительное количество инсулина или подъезд, так сказать, чтобы, так сказать, удержать. Тем более, что, так сказать, там есть сигнальная система в пределах, какой программ вы поставили, так сказать, удержать гликемию. И если в ближайшее время придет, так сказать, замкнутый контур, то есть обратная связь, чтобы уже на руку нажимать на эти кнопочки, то, естественно, мы получаем замечательный, совершенно, так сказать, вот такой механизм или, так сказать, систему, так сказать, вот такого автоматического контроля. И я хочу обратить внимание, если на обычном, даже там мы с ручками, те же инсулины, даже, так сказать, аналоги инсулинов, и обратите внимание на этой помпе. Ведь главное в регуляции диабета это исключить вот эту лоббинность, этот размах. Размах. Вот эти удары гликемии, конечно, они прежде всего разрушают сосуды и приводят к осложнению. Следующий слайд, пожалуйста. Новые в мониторинге. Ну вот эти глюкометры, правда, надо сказать, что и отечественные есть, хорошие, среднего уровня европейские глюкометры. Но понятно, что, так сказать, мир сегодня предлагает самые невероятные, самые невероятные системы. Быстрые, очень точные, очень миниатюрные. И более того, следующий слайд, пожалуйста. Уже сцепленные, вот как сегодня, так сказать, так сцепленные с айфон. Тут же можно, так сказать, ввести, сориентироваться, так сказать, какие были там, так сказать, дуэта с памятью, сахара и так далее, и так далее. Так что, намногоею аналитической справка, вариабельность гликемии и возможная коррекция. Так что, все это есть. А большому сожалению, конечно, так сказать, это не наше производство, но надеемся, что, так сказать, в самое ближайшее время как-то наша промышленность, и мы с вами включимся вот в это великое дело. Следующий слайд, пожалуйста. А это вот, так сказать, как история развития, вот тот самый знаменитый шприц, мы помним его всех. Это вот, так сказать, были такие, люди разрабатывали помпы и искусственное поджелудочное железо. Ну, а сегодня я уже, так сказать, смотрю, вот такие миниатюры появились в ближайшее время с обратной связью. и думаю, что до того, как появятся уже клеточные технологии и мы будем выращивать поджелудочную железу, вот такие системы, они, конечно, так сказать, дают великолепный шанс для совершенно другого, для очень высокого качества жизни наших больных. Следующий слайд. Я хочу обратить внимание о том, что распределенности сложнее, вот на примере ретинопатии, нефропатии, она выше значительно, чем регистрируемая, чем нам передают даже по регистру сахарного диабета. И выезд вот тех самых мобилей, где абсолютно точно, объективно мы оцениваем, он показывает, посмотрите по выезду по этим регионам, выборки репрезентативные и сельское население, и небольшие поселки, и мегаполисы. Обратите внимание, так сказать, все-таки нерегистрируемые и, следовательно, не получающие наши пациенты адекватного лечения. Следующий слайд, пожалуйста. Вот гипетическая ретинопатия. Здесь поражение глаз, будем говорить. Это синдром сухого глаза, это и язва, роговицы, вторичная, рубезная, лукома, осложненная, катаракта, подвырих, ну и, конечно, диабетическая ретинопатия. Она является главной причиной. Кровоизлияние, фиброз, отслойка сетчатки, и на этом, так сказать, мы теряем больных. Так вот, на этапе как раз неолоскорролизации, пролиферативная такая вот стадия, лазерная коагуляция позволяет нам это выбор, при идеальном, конечно, это условие, при идеальной компенсации углеводного обмена, вообще сахарного диабета. Своевременное выполнение лазерной коагуляции позволяет предотвратить потери зрения у 20%, а стабилизацию зрения у 80%. Небольшой лазер, вот наши Басы, Прохоров, которых я тоже хорошо знал, и до сих пор мы можем наладить на Леборисово вот такие небольшие лазеры, это сотни тысяч требуется таких, конечно, приборчиков, и они позволяют нам спасать больных. Ну, из новых лекарств сегодня вот пришел, так сказать, Луцентис, так называемый ингибитор фактора роста или развития капилляров. Его введение останавливает как раз развитие тех драматических событий. Следующий слайд, пожалуйста. Использование современного диагностическое лечебное оборудование, вот конфокальная, ретинальная, так сказать, томография, мы видим тончайшие изменения, буквально тончайшие и принимаем решения. Поэтому, безусловно, оснащение сегодня и такие технологии позволяют, конечно, очень ранней диагностикой и, безусловно, эффективное лечение. Следующий слайд. А, вот, это я возвращаюсь к тому, уважаемые коллеги, что или мы приличное звено, обученное и понимает, что делать, вот, так сказать, скрининг и раннее лечение ретинопатии, так сказать, провести 250 больных, я имею в виду, так сказать, вот те самые деньги, которые сегодня, так сказать, так мы покажем. Или, если мы пропустили до пролиферативной ретинопатии, то все это уже инвалид, и мы пытаемся, так сказать, те же деньги, но без результата. Поэтому приличное звено от нас, хотя вот специализированные наши подразделения, так сказать, центры специализированные, это все-таки мы понимаем, так сказать, высокотехнологичные, но часто, так сказать, приличное звено не срабатывает. Это не только в области дипотологии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Это так, и это проблема, явно уже все есть к тому, чтобы нам пересмотреть подготовку, которую начиная со студенческой скамьи. Зная сегодня приоритеты, зная сегодня, так сказать, те социально значимые болезни, и мы должны, так сказать, сориентироваться, которые и являются обребенением для общества. Следующий слайд, пойдемте. Георитетская нефропатия. Будет отдельный доклад. Я хочу сказать, что есть маркер микроальгуменурии. Вот определили у больного в обязательном порядке, появилось ли чуть-чуть белка, микро, 30-300 микрограмм. Все, выозначаем ингибиторы АПФ. Назначили уже гарантия, что лет 20, как минимум, мы можем до диализный период продлить этому человеку. Вот примерно кого-то уйдем 20 лет. Назначенные, так сказать, посмотрите, скорость клубочкой фильтрации, да, как держится великолепно. или без ингибиторов с математической точностью все это, так сказать, так быстро развивается. Да, и приводит гемодиализ, пересадка почки, иначе, так сказать, там гибель. Следующий слайд, пожалуйста. Трехлетний выживаемость больных с сахарным диабетом первого типа на заместительной почечной терапии. Гемодиализ, перинатальный, конечно, выбор трансплантации почки. Трансплантации. Следующий. Экономические аспекты диабетической нефропатии или определение микро альбомиумии назначения АПФ, мы будем, так сказать, там есть и еще ряд конечно, условий. Если пропустили, то эти 30 тысяч долларов уйдут на гемодиализ уже только на одного больного. Или ведем мониторинг и хорошее качество жизни 260 больных. Первичное звено. Первичное звено. Следующий слайд, пожалуйста. Диабетическая стопа. Видимо, очень много теряем, конечно, больных. Да. Нарушена трофика больных, нарушена кровоснабжение, нервная трофика. Вот такие язвы. Заканчиваются они, как правило, ампутациями. Следующий слайд. Только разгрузка вот такая индивидуальная полимерная повязка, разрузка конечностей уже спасает таких больных. Уже спасает. конечно клинические формы разные. Нейропатическая когда нарушение нервной трофики и ишемическая когда конечно идет уже склероз сосудов. Следующий слайд, пожалуйста. Вот пример ишемической стопы. эндоваскулярное восстановление артериального кровотока. Вот здесь вот так восстановили и на стопе восстановили. Да? И спасаем спасаем ногу, спасаем жизнь практически человеку. Так что это тоже вошло и сейчас энергично внедряется в наши клиники. И как результат за последние годы я вам скажу, что ампутации даже не в два раза а значительно больше. И особенно снизилось число высоких ампутаций. Консервативное лечение конечно дает хороший эффект. И мы организовали где-то по России более 50 таких кабинетов в рамках федеральной целевой программы. Конечно результат замечательный в этом отношении. следующий слайд пожалуйста. Кардиология шимическая болезнь. Я приведу только вот такие примеры. Мы поставили диагноз нашему пациенту вторым типом взрослому человеку сахарный диабет. Риски смертности приравниваются к человеку который уже перенес инфаркт миокарда на не больной сахарным диабетом. Вот такие риски. Следующий слайд пожалуйста. И обратите внимание сочетанная какая макрососудистая патология. Сахарный диабет справа второго типа. Это без сахарного диабета. Ну и возраст достаточно 60 и выше. Длительность выше 10 лет. Частота стенозов 60% здесь 28. Коронарных артерий 94 здесь 60%. Почечных артерий 43 16. То есть сочетанные наиболее стенозы наиболее сочетание двух и полистенозов 36% периферических. Вот такие отличия. Сахарный диабет мы показываем. Да. Это реальный вот обратите внимание аорта и она буквально на усыпана бляшками. Причем бляшками атеросклеротическими нестабильными которые очень легко взрываются тромбозы так сказать так и гибель. Так что вот чем определяется драматизм сегодня сахарного диабета. Следующий слайд пожалуйста. Генетика. Можно ли предсказать сахарный диабет. Да. Весь мир бьется над этим и мы много лет работаем вместе с институтом иммунологии и вот наши результаты показывают есть генетика плотипы ассоцированные с сахарным диабетом есть протективные. И вот оказалось что распространенность сахарного диабета первого типа она нарастает нарастает от с востока на запад и с юга на север и максимум это Финляндия Финляндия самый высокий процент первого типа сахарного диабета и особенно у детей угро-финская группа там где есть протективные гены особенно так сказать это восток восток они блокируют ассоцированные ген и когда мы смотрели по разным регионам разных этнических группах по системе гистосовместимости эшелей то оказалось мы вдруг обнаружили в Вологде очень высокий процент больных диабетом первого типа и оказалось это угро-финская ведь в Вологде следующий слайд пожалуйста а в Якутии продуктивные севера наша так сказать в этом отношении там доминирует и очень мощно для платит продуктивных генов защищающих от сахарного диабета следующий слайд пожалуйста риск развития сахарного диабета первого типа популяционный риск 0,2 0,4 заболел папа риск повышается риски это не обязательно он реализован будет 3,6 8,5 мама меньшие риски один ребенок заболел так сказать риски у других 4% 2,7 заболели 2,5 ну вы видите мама с папой это максимальные риски риски заболеть сахарным диабетом это ядерный так называемый сейф это прогноз индивидуальный и сегодня генетика очень серьезно развивается в этом отношении поиск рисков а это гены кандидатов развития инсулино-резистентности это второй тип сахарного диабета гены метаболизма глюкозы блоки гены активности инсулина гены метаболизма липидов гены ожирения гены разбросанные по разным хромосомам и конечно здесь сложная история следующий слайд пожалуйста вот полиморфизм генов сцепленных сахарным диабетом и ожирения сахарной диабеты около 60 участков генома вовлечены в регулярное распределение массы жировой ткани и энергетического баланса концентрация инсулина лептина гормона насыщения эти участки имеют популяционные различия и вот там внизу разные этносы разные популяции участки самые разные поэтому не случайно сегодня стоит вопрос и быстро развивается вот эти геномные протеомные технологии сегодня и мы это обсуждали и обсуждали с руководством что необходимо интенсивно развивать развивать полномасштабный секвенс генома и особенно экзомную часть и конечно протеомика затем и есть понимание понимание мы с Нейли Борисовной очень много говорили на это это целая стратегия надо выходить на этот уровень предсказывать риски ну не только диабета и других болезней это совершенно другой уровень развития фундаментальной и любой другой так сказать там назовите прикладной мне не хочется мне кажется что клиническая клиника это самая фундаментальная наука а у нас какое-то деление если вы на мышках или на крысах это фундаментально а если вы занимаетесь человеком то это вроде прикладной так что так сказать это основа основ мы в клинике ставим задачу и клиника практика является критерием истины, что бы не делали наши коллеги на экспериментальных моделях. Следующий слайд. Экономика, коллеги. Тот же слайд, только показываю сегодня обременение сахарного диабета несет в 465 миллиардов долларов. Следующий слайд, пожалуйста. А это по странам Франции, Германии, Европа, США, Россия порядка 14 миллиардов долларов. Следующий слайд. Стоимость диагностики лечения одного болмена в амбулаторных условиях в зависимости от осложнений. Вот пропустили, скажем, нефропатию, уже сразу возрастает. Пропустили нефропатию, возрастает буквально в разы. Поэтому вновь возвращаемся к ранней диагностике, к раннему лечению. Следующий слайд, пожалуйста. И ключевым является, безусловно, контроль за гликемией. Гликогемоглобин. Вот обратите внимание, так сказать, как нарастает цена. 7% гликогемоглобин уже столько стоит. Это со сложнением, коллеги. Рассчитывается, так? Да, 8%, вот 10% это стоимость такая, потому что там, так сказать, уже требуется не просто компенсация гликемии. А цена одного измерения, уровень сахара, всего 8 рублей. Всего 8 рублей. Поэтому вот это нужно подсказывать нашим коллегам. Следующий слайд. А это вот, так сказать, вот рубикон 7% гликогемоглобин. Выше катастрофически нарастает осложнение. Ретинопатия, нефропатия, так сказать, нейропатия, поражение нервной системы. Следующий слайд, пожалуйста. А так развивается макроангиопатия при повышении гликогемоглобина на 1 только процент. Риск повышается шимической болезни сердца или макрососудистых до 20%. Следующий слайд, пожалуйста. И так мы выглядим на фоне других стран и народов по гликогемоглобину. Сегодня ООН и ВОЗ приняли решение. Если популяционно проводить, в каком состоянии находятся, надо смотреть по гликогемоглобину, которая определяет, так сказать, как мы ведем таких больных или вовсе не занимаемся им. Так вот, Европа менее 6,5%, 30%, по гликогемоглобину, 31%, а Латинская Америка меньше 7,43%, США меньше 7,55%, Россия меньше 7,36%, очень приличный показатель, надо сказать, потому что было значительно, так сказать, так, Китай меньше 7,5%, 68%. Избран некий критерий, по которому определяют, я имею ввиду, так сказать, так, экспорты ВОЗ и ООН, по которым определяют популяционное состояние, популяция, так сказать, среди населения состояние сахарного диабета. Следующий слайд. Стандарты лечения больных с сахарным диабетом. Терапевтически будем говорить, что нужно, да, это гликогемоглобин меньше 7%, контроль лепидемии, общий холестерин меньше 44,5%, 3 глицериды меньше 1,7%, контроль давления 130-80%, ну и, конечно, индекс массы тел. Об этом уже говорили. Очень просто все. Следующий слайд, пожалуйста. Федеральная гипотологическая, так сказать, да, гипотологическая служба России, созданная за последнее время. Это и региональные центры, это кабинеты специальные, диабетическая стопа, это кабинеты лазерной коагуляции сетчатки, ретинопатии, это гемодиабет и беременность, это диализ и тысячи школ по обучению больных. Школы это самые эффективные. Обученные материнные больные великолепно справляются своими проблемами. Следующий слайд, пожалуйста. И динамика, как результат, динамика средней продолжительности жизни больных первым и вторым типом сахарного диабета. Вот обратите внимание, что да, сегодня уже в Москве это 75 лет женщины, мужчины немножко меньше. Первый тип, который до 30 лет не доживал, а сегодня средняя продолжительность очень приличная, потому что пришли технологии, создаются центры, создаются школы, создаются специализированные отделения, ну и многие специализированные вот клиники наши сегодня будут доложены, как раз эти результаты включаются, потому что независимо от специальности каждый из нас встречается с сахарным диабетом. Что это? Тальмолог или специалист уколовного носа, или хирург с сахарной диабетом. Прорезает буквально так общество. Следующий слайд, пожалуйста. А чтобы не делить человека, и конечно вот в нашем центре невозможно лечить только диабет глаза или диабет ноги или диабет там. Это отделение ретинопатии и офтальмохирургии, отделение диабетической стопы, отделение нефропатии и гемодиализа, интервакционные кардиологии, отделение рентгена эндоваскулярной хирургии, программное обучение и психо-социальная поддержка, отделение наследственных эндокринопатий, отделение эпидемиологии регистра, лаборатория иммуногенетики, отдел молекулярной эндокринологии, отделение диабета, ожирения детей, отделение эндрологии, урологии, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, центров помповой инсулинотерапии и другие сервисные службы. Мы больного смотрим только системно, потому что это генерализованный процесс. Генерализованный. Что-то выходит на первый план, поэтому лечить больных только так можно. Следующий слайд. Ну и вот причина, вот эволюция наша. Вот так мы идем, идем, и потом приходим к этому бутерброду и прочее, и прочее. Главная причина, главная причина, конечно, это тревога, стресс. Стресс везде, это не только на всей планете, на всей планете. Работа, зарплата, что с евро будет, и так далее, и так далее, что с детьми, с внуками будет, а стресс, тревога, это подъем гормонов на почечниках. И вы великолепно знаете, стероидные язвы, стероидный диабет, это контенсулиновый, так сказать, естественно, эффект, особенно вот этих самых гормонов. Ну и, конечно, стресс заедается всегда. Всегда заедается, снять тревогу, надо обязательно перекусить. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так вот. Генетика генетикой, а образ жизни вот так вот. Они идут на рыбалку. Папа ведет. А этот уже, так сказать, тоже коренастенький такой рядышком с маленьким ведерком. Следующий слайд, пожалуйста. я люблю вот эти вот, так сказать, я не первый раз показываю, вот эта красавица. Надо ли ей, скажем, лишнюю массу выбирать, и что с ней будет? Вроде бы в рис, да, входит в руку риска по сахарному диабету. Следующий слайд, и мы пытались компьютерными технологиями сегодня ей помочь, но красота исчезает. Красота исчезает, а резистентность вроде бы остается, поэтому мы ушли от этого варианта. Следующий слайд. И вот вам сегодняшняя жизнь. Абсолютно. Хотя Борис Федорович свою красавицу представляет, а Валентин Серов свою красавицу, Игорь Рубинстоин, известный львийца, и она такая худенькая была, как сейчас очень много худеньких. Я это показываю в том, что риски заболеть вторым типом сахарного диабета как раз выше значительно у худеньких. У худеньких. Следующий слайд, пожалуйста. И поэтому мы предлагаем обсудить на этой сессии как раз стандарты красоты и здоровья. Вот они для мужчин, и вот они для женщин. Следующий слайд. Вот такие. Так мы видим стандарты красоты и здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...